Это программа «День с толком». Рада, что вы и в новом году с нами. Я напомню, меня зовут Елена Кузовкина и вот некоторые темы этого выпуска. Ну а вначале возвращаемся к страшной истории, которая произошла на днях в Бийске. Напомню, там после курения вейпа скончался 12-летний мальчик, еще две девушки госпитализированы. Так вот, после этого в школах краевой столицы проведут профилактические работы с учениками средних и старших классов, а также их родителями. Также проведут онлайн-собрания с участием представителей Министерства внутренних дел по Барнаулу и специалистов краевого наркодиспансера. В ближайшее время организуют совещание с заводчими. А сейчас главная новость, с которой ассоциируется Алтайский край в последние дни. Это убийство лошадей. В Петропавловском районе некто расстрелял больше 50 особей, взрослых и жеребят. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Артем Гусельников встретился с заводчиками. Сейчас бы найти этого, как его, я не знаю, как фашист или кто он, я просто в шары ему бы глянул. Николай Дроков вместе с сыном разводит лошадей больше 10 лет. В тот день животные были на свободном выгуле. Из 68 лошадей в живых осталось 15. Они же все жеребы и кобылы были. Понимаете, это не 35, это уже, ну пускай там 2-3 пропало, ну 60 жеребят бы я все равно получил. Понимаете? А он, жеребенок, сосун, он уже стоит в пределах 40 тысяч. Стоимость взрослых особей до 100 тысяч рублей. Весной коней должны были продать в Казахстан. А теперь общая сумма ущерба заводчика почти 5 миллионов. Фермеры недоумевают, кому могли помешать лошади. Заверяют, ни с кем не конфликтовали. Хотя споры были. До установки забора кони могли притаптывать чужую траву. Мне ничего он не говорил. Что это, кто-то ему звонил, там что-то предупреждал, что там лошади ходят, там уберите их. Такого не было. К нему хорошо относится, он хороший человек. Мстить не могли ни за что? Да нет, не должны ему мстить. Может быть завидовали? Ну завидовать да, могут. Хозяйство большое, хорошее, развивается. У него столько скотины, это же надо, короче, и горбатиться, и горбатиться, и горбатиться. И тут зависть-то, что он сдаст их денег много. Так а ты год-то попробуй их продержать. Для расстрела такого табуна, уверен заводчик, их нужно предварительно загнать. А на это нужно почти три часа и не меньше трех человек. Сейчас правоохранители изучают пули из трупов животных. Точно не могу сказать. Ну что-то покруче, чем мелкашка. Начальник главного управления МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян поставил на контроль расследование уголовного дела и дал указание о создании специализированной следственно-оперативной группы. Несмотря на трагедию, фермеры Дроковы планируют возрождать семейный бизнес и надеются, что правоохранителям удастся найти убийц. Им грозит до двух лет лишения свободы. Мы продолжим следить за ситуацией. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Не так давно мы говорили о мужчине, который совершал действия сексуального характера на пустыре за торговым центром Европа. На это жаловались несколько женщин, на одну из которых он даже совершил нападение. Так вот, злоумышленника задержали. Им оказался 23-летний парень. Кстати, ранее судимый. Его обвиняют по статье о совершении насильственных действий сексуального характера. Продолжим. Без ласты резиновой шапочки жителям Барнаульского пригорода не выжить. Уже несколько лет люди страдают от потопов в квартире. Кровля четырехэтажного дома пришла в негодность. Нуждаются в капремонте, но намечен он на 28-й год. Подробнее о проблеме Валентина Аскерова. Валентина Васильевна Волкова в научном городке живет с 70-х годов прошлого столетия. Ей, как почетному сотруднику Центра агробиотехнологий, подарили в этом доме квартиру. Однако последнее время жить не стало невыносимо. Стихийное бедствие, регулярные потопы приводят ее жилье в плачевное состояние, едва не лишает куска хлеба. А еще у меня целиакия. Я хватилась, а у меня мука только может быть или гречневая, или рисовая. Я другое есть не могу. И мешочки вот эти, значит, они сразу аж пристыли к воде. Кое-как их отодрала. Дочь приехала сюда, вот их подняла. Причем топит не только Валентина Васильевна, но и ее соседи. Семья Халиных только за один год сделала три ремонта. И, как оказалось, зря. По стенам только начались проблемы с дождями, значит, вот наш результат. Вот все отваливается. Страх в другом. У нас единственный выход на улицу. Вот это все заливается водой. По щиткам вот здесь все стекает вода. Всему виной ветхая крыша. Она уже давно нуждается в капитальном ремонте. Стоимость работ порядка 400 тысяч рублей. Управляющей компании жильцам предложили самим определиться с источником финансирования. То есть средства жителей, которые систематически оплачивают, значит, те деньги, которые идут на капремонт, куда они уходят, это неизвестно. Нашему телеканалу ВУК ДЭС пояснили, капремонт сделают по графику через 7 лет. Если жильцы хотят перенести сроки, то нужно провести общее собрание. Собственники дома на общем собрании не менее 67,7% принимают решение о переносе срока проведения капитального ремонта. Повышают и в этом случае рекомендации регионального оператора, подчеркиваю, регионального краевой структуры повысить тариф. После этого этот протокол идет в администрации района города. Комиссия рассматривает, рекомендует повысить. И дальше все это дело тормозится. А по поводу текущего ремонта крыши пояснили, что сейчас зима, работы запрещены. Крыши там все плохие. На крыше образовался лед, который долбить мягкую кровлю ни в коем случае нельзя, иначе вместе с крышей сойдет. Долбят мужики ноги, потом вижу, вот здесь так стучат, стекла дрожат, а они уже во льду. Я прямо держу так стекло, ну сейчас вылетит и зима. Не будет перепадов температур, не будет и проблем с крышей, пояснили ВУКА. Квартиры заливает, как правило, вот теперь. Юрист советует жильцам искать помощи в жилищной инспекции края. Сказать, что вот неоднократно обращались в управляющую компанию, управляющая компания либо не предприняла меры, достаточные для устранения протечки, либо предприняла меры, но они не являются достаточными, протечка не устранена на сегодняшний день. И попросить внести инспекцию, значит, акт реагирования, понуждающий управляющую компанию провести необходимые работы. А между тем, уже на следующей неделе грядет очередное потепление, и жильцы рискуют, если не утонуть, то окончательно попрощаться со своим имуществом и с нервами, на которых и так уже изрядно поиграли. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком. Главные купели края на речном вокзале Барнаула в этом году не будет. Не будет и крестного хода. К такому решению из-за эпидобстановки по коронавирусу пришли власти краевой столицы. Однако сам праздник не отменить. Сейчас рабочие возводят на речном вокзале часовню и снега и крещенский городок. Здесь верующие и все желающие приобщиться к православному празднику смогут набрать освященной воды. Напомню, окунуться будет нельзя. Специалисты мэрии поясняют, так как они не могут обеспечить необходимую дистанцию между участниками обряда в раздевалках и банях. Купель возведут в другом месте, на озере Пионерском. Там для обеспечения безопасности тоже отказались от бани. Они омовения будут проводить группами. Для желающих откроют только раздевалку. Что касается богослужения в храмах, мы дали рекомендации епархии. Во-первых, это необходимо также соблюдать дистанцирование. Обязательное ношение масок как с священнослужителями, так и прихожанами. Вода, которая будет освящаться и раздаваться гражданам в храмах, только централизованного водоснабжения. Дедлайны, недосыпы, острые темы – это тоже про них. Сегодня день российской печати или по-другому праздник всех журналистов. Следующий материал о тех, кто помогает решать проблемы жителей, кто не боится критиковать власти. И это, кстати, уже не только о работниках СМИ, но и алтайских блогерах. Конкуренты ли они нам и что сейчас ждут читатели и зрители? Благовещенский районный инфоцентр – официальный источник информации с современным лицом. На своем портале корреспонденты освещают острые темы, говорят о наболевшем. Причем это не просто новостной сайт, где сельские жители могут почитать новости, но и целое мультимедийное пространство с уникальным видеоконтентом. Мы представлены во всех соцсетях, у нас есть свой сайт, есть площадка на YouTube. Мы в последнее время занимаемся телевизионным форматом, делаем сюжеты, делаем какие-то короткие видеоролики. Это однозначно помогает привлекать подписчиков. Но у районных СМИ, конечно же, есть и свои подводные камни. Громко говорить на проблемные темы не всегда возможно. Болезнь такая своеобразная в районных СМИ заключается в том, что, ну, как бы мы в плену своей географии все равно находимся, и болезнь СМИ заключается в том, что чаще всего во многих муниципалитетах власть вносит только авторитарный характер, и, будучи учредителями газет, они, конечно, определенный топор цензуры держат. Никакой цензуры, кроме этической, нет у популярного барнаульского блогера Алексея Куреленко. Его посты с нетерпением ждут и комментируют тысячи интернет-пользователей. Алексей может позволить более свободные высказывания, чем многие не только районные, но и краевые СМИ. А это не просто, признается блогер. За каждое слово сейчас можно, грубо говоря, завести дело. Там и за 128.1 УКРФ уголовное дело можно легко схлопотать. Я в своих инструментах, в своих аккаунтах поднимаю темы различные, которые касаются лично меня. Допустим, как отца с горками, что связано, снежные горки убирают. Для меня это канал коммуникации обычный, где я могу обсудить с моими единомышленниками различные темы. Вот наш коллега, корреспондент телеканала «Катунь-24» Глеб Полянский не только вещает о проблемах с экранов телевизора, но и рассуждает о них у себя на страничке в социальных сетях. По его мнению, печатное слово уже давно ушло в прошлое. Есть районные газеты, где люди в основном покупают их ради объявлений, на растопку, банной печи, например. Почитать, ну в том числе, почитать местные новости. Большие газеты. Действительно исчезла культура, по моему мнению, покупки газет в киосках. Газеты уже потеряли свою актуальность. Однако там, где нет ни телевидения, ни радио, именно газеты, печатное слово остается в борьбе за справедливость и заставляет район меняться в лучшую сторону. Был вопрос у нас очень серьезный, это 2020-2021 год, вопрос по поводу прекращения работ по вывозу золотосодержащих хвостов, которые у нас компания «умная» такая в кавычках вела прямо в центре города, в историческом центре, повредив исторические памятники. Естественно, они были недовольны. Я всем говорю всегда одно, мы не нарушаем закон, давайте и вы не будете его нарушать. Кстати, блогеров своими конкурентами журналисты не считают. Говорят, все мы делаем одно дело. А каким путем? Ведь и мы сами ведем публичные страницы. Главное ведь то, ради чего мы пишем, вернее, ради кого. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. И сегодня в честь профессионального праздника сотрудники краевых СМИ получили заслуженные награды. Всего в крае 192 средства массовой информации, 137 из них печатные. Губернатор отметил, что наши журналисты получают награды и федерального уровня. Так, в 2021 году газета «Зминогорский вестник» удостоена премии правительства России. А сегодня глава региона вручал почетные грамоты и премии лучшим представителям СМИ-края, в том числе журналистам Сибирской медиагруппы. Я немножечко, конечно, удивлен. Все-таки кажется, что всегда есть люди, ну и что мне еще рано, там есть более достойные люди. Ну, раз дали, то, конечно, это очень приятно. Для меня это как признание заслуг профессионального, профессионализма. Это признание коллег, признание руководителей региона. Я получаю благодарность губернатора Алтайского края за организацию и проведение второго этапа Кубка по гребле на Байдарках Каное. Несколько лет длилась эта работа, то есть это планомерно, это какие-то новости, это какие-то материалы, интервью бесконечные. И потом уже вот этот вот выплеск, праздник, наконец-то вот все это свершилось. А какой материал заслужил такую почетную награду? Материал назывался «Среди медведей и людей». Мы ездили в командировку в Ельцовский район, снимали и писали про то, как отремонтировали больницу детскую. Это был, конечно, восторг, потому что эта больница реально может составить конкуренцию к каким-то городским медучреждениям. Это было здорово, поэтому материал получился довольно вдохновенный. В Барнауле реконструируют зал музея «Город», который находится на проспекте Ленина 111. Там проводят множество выставок, однако внешний вид помещения уже давно не устраивает местных художников, и не только. Полотно «Тишина перед подъемом» – это те самые купола на Знаменском монастыре прямо на въезде в краевую столицу. Эти и другие картины с видами Барнаула сейчас экспонируются в выставочном зале на Ленина 111. Только в прошлом году здесь прошло 16 крупных выставок. Напомним, несколько лет назад зал принадлежал Союзу художников России. Шесть лет назад экономическая ситуация не позволила Алтайской организации Союз художников России оплачивать коммунальные содержания зала, штат сотрудников. И мы вышли к администрации города с просьбой забрать этот зал на баланс города. С тех пор это выставочный зал музея «Город». При этом Союзу художников предоставляется право на безвозмездной основе проводить три краевые выставки. Но алтайские художники едины во мнении – зал уже морально и материально устарел. Здесь плохое освещение, есть вопросы к системе хранения и развески. О том, что это пространство ждет реконструкция, стало известно накануне. Давно Союз художников выходил с предложением о том, чтобы реконструировать этот зал, требует ремонта. Сегодня мы первоначально пообсуждали, как обновить этот зал и сделать этот зал более современным и попробовать его сделать все-таки многофункционально. Выставочный зал, который достаточно большой по площади, который находится на красной линии главного проспекта города. И поэтому, конечно, потенциал у этой площадки очень большой. Сейчас, в 21 веке, уже существуют новые стандарты выставочных современных площадок. И вот хотелось бы получить именно такой экспозиционный центр в городе. Теперь необходимо разработать проектно-сметную документацию. На это выделят средства из городского бюджета. В будущем зал ждет трансформация, появятся новые оборудования, зонирование помещений и, конечно, новые выставки уже в более солидном пространстве. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Немного о спорте. Первые тренировки в новом году. Футболисты «Динамо Барнаул» начали готовиться к сезону 2022-го. Но пока они на поле и, возможно, встретят сезон в обновленном составе. Обстановка легкая, тренировки вдохновляющие. Футболисты «Динамо Барнаул» активно сжигают новогодние калории. Два месяца без игр плюс праздники. Итого пара килограммов сверху нормы. Однако здесь игроки не только, чтобы сбросить вес. Футбол – это сочетание разных физических качеств, в том числе и силовая, скажем так, подготовка важна. Это профилактика травм, прежде всего. Это, скажем так, способствует, помимо силовой выносливости, именно работа над силовой выносливостью, потому что надо прыгать, надо бороться, надо иметь достаточно сильный корпус. Кстати, состав команды может измениться. Защитник Антон Петухов уехал на просмотр в московский «Велес». А в «Динамо» хотят попасть защитник Никита Бабич, нападающий Данил Виндер и полузащитник из горно-алтайского «Спартака» Руслан Харахоркин. Пока все игроки сфокусировались на тренировочном процессе. У «Динамо» есть около месяца, чтобы подготовиться к февральскому турниру в Омске. Для Барнаула это возможность обкатать состав и проверить новичков. А уже потом и принимать по ним решения. На газон «Динамо» выйдет в апреле. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова